МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала АСТВ продолжает новости. Наш день в студии Михаил Майоров. Здравствуйте. И сначала коротко о главных темах выпуска. В выходные спасали снегоход, а в понедельник рыбаков. В районе мыса Свободного на Сахалине в море унесло больше 50 человек. Ради красивых кадров и лайков в Инстаграме. На Парамушире двое мужчин на снегоходах преследовали медведя до тех пор, пока он не попытался дать отпор. Такое возмутительное поведение, несознательное взрослых людей, зачастую ведет к печальным последствиям. Паралимпийцы снова на Сахалине. Закрывая на острове сезон, спортсмены рассказали о своем выступлении в Корее. Каждая медаль, которая была взята там, она удваивается или может даже утраивается. Мастерство отрабатывал на улицах и в торговых центрах. Карманник-рецидивист задержан в Южно-Сахалинске. Его жертвами стали женщины, пожилые люди и дети. Малиновый звон Пасхи. Страна отметила главный православный праздник. И соревнования для самых маленьких сахалинцев. Первая зимняя беговелогонка прошла на острове. Открыл стрельбу, а по статье проходит как хулиган. Вопиющий случай произошел в селе Советском в ночь с пятницы на субботу. Нетрезвый мужчина открыл огонь по компании молодых людей, которая стояла на улице. По словам очевидцев, злоумышленник проходил мимо и примерно с 30 метров выстрелил из двуствольного ружья. Двое парней пострадали. Одному дробь попала в голову, другому в спину и ногу. Мужчина готовился выстрелить еще раз, но его вовремя обезвредили свидетели происшествия. Объяснить свой поступок он не смог. На следующее утро отвечал полицейским, что ничего не помнит. На место происшествия немедленно была отправлена следственная оперативная группа. Прибывшие полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. 49-летнего ранее судимого жителя этого же села. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был доставлен в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время в отношении гражданина избрана меры пресечения в виде заключения под стражу. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит штраф от 300 тысяч рублей и наказание до 5 лет лишения свободы. Сахалинские рыбаки вновь становятся героями видео на ютубе. 8 апреля в заливе Мордвинова треснул лед. Во втором часу дня ширина разлома достигла около метра. Люди эвакуировались спешно, без убытков не обошлось. Кто-то лишился улова, а кто-то едва не потерял снегоход. Эту машину из трещины доставали коллективно. Владельцу помогли неравнодушные товарищи по несчастью. По примерным подсчетам около ста человек все же остались рыбачить на льду. Трещина начала сходиться. Наблюдать за обстановкой на место прибыли сотрудники МЧС. И хотя их вмешательства в этот раз не потребовалось, специалисты предупреждают. От выходов на нестабильный лед стоит воздержаться. Уже в понедельник в районе мыса Свободного вновь оторвало припай. И на этот раз рыбакам все же понадобилась помощь сотрудников МЧС. На месте работал катер «Амфибия». На большом расстоянии от берега оказались сразу две льдины, на которых под ледным ловом занимались больше 50 человек. Никто из них не пострадал. Жители Парамушира на снегоходах преследовали медведя ради развлечения. Экстремальную погоню мужчины сняли на видео, а затем опубликовали в Инстаграме. Косолапый пытался сбежать и в конце концов напал на людей. Но обошлось без пострадавших. Снегоходчики быстро ушли на безопасное расстояние. Страх перед людьми у бурого медведя теряется. И это может привести к таким последствиям, что, допустим, другой человек, который поедет на снегоходе, либо будет идти пешком, просто не сможет уйти от этого медведя в дальнейшем. И могут появиться жертвы. Случай привлек внимание хатоведов и правоохранителей. Личности снегоходчиков уже установлены. А специалисты Минлесхоза напоминают, просыпаться после зимы медведи начали по всей Сахалинской области. Тревожить косолапых не стоит. Подкармливать – тоже плохая идея, сообщают специалисты. Так они быстро привыкают к человеку и начинают агрессивно требовать пищу. Такие эпизоды обычно заканчиваются отстрелом. Так понравилось на острове, что решили вернуться. Паралимпийская сборная по горным лыжам в эти дни вновь тренируется на Сахалине. Во время короткого отдыха между заездами призер Игорев Пхенчхане Алексей Бугаев встретился с нашей съемочной группой. Паралимпиада позади. Самое время перевести дух. Но спортсмены решили не упускать возможность потренироваться. И скорее сборная вернулась на сахалинский склон и закрывать сезон. Мы как раз сюда приехали подвести такой финальный аккорд для этого. И пугали немножко, что отпускает, что мягко, что нет. Но мы приехали, ночью минусовые температуры, поэтому склон держится. Отлично. Шикарно. Трассы соответствуют нашим требованиям. Ну и вообще мировым, потому что здесь у вас проводятся же и форескапы, и чемпионаты России. Поэтому все в порядке. На паралимпиаде в горнолыжных дисциплинах выступали шесть российских спортсменов. Присмотреться и привыкнуть к корейскому склону у наших атлетов возможности не было. Из-за допингового скандала сборная пропустила финал Кубка мира, который также проходил в Пхенчхане. У соперников в этом плане было преимущество. Но, по словам старшего тренера, ребята сделали все возможное. Доказательство тому – две медали. Ребята проявили мужество, героизм, поэтому они молодцы. Каждая медаль, которая была взята там, она удваивается или может даже утраивается. То есть потеря незнания склона в статусе нейтральном, без флага, без гимна. В общем, ну, все так вот, скажем так. И давление определенное было. Две медали в горнолыжном спорте принес Алексей Бугаев, выступающий за два региона – Москву и Красноярский край. Равных чемпиону не было в суперкомбинации, а второе место парень занял в гигантском слаломе. Говорит, сахалинские трассы этому поспособствовали. Вообще здесь хорошая база, очень тренировочная для, я бы сказал, для многих дисциплин. Это, кстати, супергигант, гигантский слалом, слалом. Плюс местное правительство идет к нам навстречу, хорошо организовывают и трассы, и тренировочные мероприятия, и проживание. В целом нам нравится сюда приезжать. И это уже… Мы в прошлом году сюда три раза приезжали, а сейчас в этом году второй раз уже здесь. От Сахалина и Москвы выступал Александр Лябьев. Его результат – восьмое место. У парня был шанс стать призером. Он рискнул. Но, к сожалению, упал. Сборная пробудет на острове до 14 апреля, после чего планирует как следует отдохнуть. Студенческая весна началась на Сахалине. В понедельник в рамках фестиваля состоялось открытие площадки «Журналистика». Проведен первый мастер-класс. На пресс-конференции организаторы рассказали. В этом году заявки на участие подали около 400 образовательных учреждений. Ребята будут сражаться в музыкальном, танцевальном и театральном направлениях. Возьмет свое и оригинальный жанр. Две номинации будут новыми. Это видео и шоу-программа. Это не только конкурс, но и отбор тех талантов, тех молодых людей, которые будут представлять Сахалинскую область на всероссийском этапе, а также представлять Сахалинскую область. Участников ждет множество мастер-классов и творческих встреч. Среди почетных гостей фестиваля – чемпионка Высшей лиги Международного союза КВН Елена Гущина, участник проекта «Голос» Олег Майами и финалист конкурса «Новая волна» – поэт и музыкант Стас Морин. В отличие от этой системы творчества должно нести смысл счастья, любви, благодарности, вдохновения, мотивации, в неком смысле для жизни. И, собственно говоря, в этой простой, но емкой фразе все, мне кажется, учтено. Счастье есть, оно не может не быть. Добавлю, что студенческая весна пройдет в этом году под хэштегом «Счастье есть». Творческая молодежь примет участие в благотворительных концертах, встретится с ребятами из детских домов, пожилыми людьми и инвалидами. Торжественное открытие фестиваля пройдет 10 апреля в столице. Светлое Христовое воскресенье отметили православные верующие. В храмах состоялись традиционные богослужения. К ним присоединились и сотни жителей нашей области. Кстати, на Сахалине Пасха в этом году совпала с личным праздником главы островной епархии. Владыке Тихону исполнилось 59 лет. И сейчас отправляемся в Кафедральный собор Рождества Христова. Пасхальные куличи, раскрашенные яйца и праздничные красные церковные свечи. Сегодня у храмов очереди, причем такие, в которых у людей хорошее настроение. Чувства всегда переполняют в этот праздник. Такой благой день. Все люди, наверное, в таком хорошем настроении. Христос воскресе, воистину воскрес. Потому что он такой праздничный, красивый, яйца там надо красить, куличи печь. Наверное, какое-то очищение, обновление души. Ну и, мне кажется, семейный этот праздник. По тысячелетним христианским традициям пасхальные службы в храмах шли всю ночь и продолжались утром. Светлое воскресенье завершает Великий пост, и верующие освящают праздничные угощения, куличи, пасхи и яйца. После причастия и литургии крестный ход вокруг храма. Сопровождалась церемония громким и мелодичным церковным колокольным взгоном. Весь православный мир празднует воскресенье Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Это очень радостный и торжественный праздник. Как мы слышали в послании святейшего патриарха Кирилла, это торжество из торжеств и праздник с праздником. Православный праздник Пасхи только начался. Впереди светлая седмица. Всю неделю православные службы будут особенно торжественны. Желающие могут подниматься на звонницы, чтобы дать несколько ударов в колокол. Круглый стол по вопросам инициативного бюджетирования прошел в Южно-Сахаринске. Развивать общественно значимые территории власти планируют, вовлекая в процесс как можно больше горожан. Инициативы уже в разработке. Это реконструкция моста через реку Рогатку, создание театра науки, дальнейшее благоустройство природных памятников в районе Весточки. На реализацию каждого проекта в этом году власти готовы потратить до 100 миллионов рублей. Сам проект по себе интересен тем, что здесь инициатива со стороны жителей и будет иметь финансовую поддержку со стороны муниципалитета и области. Главное, чтобы жители проявили интерес, главное, чтобы не пришли на наше собрание. Главное, чтобы проявили свою активность. С 11 апреля в районах начнут выбирать те проекты, которые будут выставлены на открытое голосование. Каждый житель области сможет отдать предпочтение только двум из них. С подробностями можно ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахаринска и на портале, посвященном практике инициативного бюджетирования в нашем регионе. Попытался притвориться пассажиром. В Корсакове сотрудники ГИБДД задержали директора кинодосугового центра «Океан». Григория Монохина подозревают в нетрезвом вождении. От освидетельствования мужчина отказался. Я сейчас выйду, дай тебе поговорю. Ранее Монохина уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде. В этот раз мужчина пытался уйти от ответственности, пересев на пассажирское сидение. Но это его не спасло. На директора «Океана» завели уголовное дело. Наш эфир продолжает рубрика «Точка отчета». В Южно-Сахалинске сотрудники уголовного розыска задержали серийного воришку. Подозреваемые относятся к так называемой древней профессии карманников. Крал кошельки. Личная злоумышленка была установлена в ходе нескольких спецопераций. Установлена причастность к восьми хищениям, совершенным на территории торговых центров. В общественном транспорте и на автобусных остановках. Карманник не проявлял никакого уважения к требованиям общественной морали и нравственности. Его жертвами стали женщины, пожилые люди и дети. В настоящее время он заключен под стражу и содержится в СИЗО. Воришкой оказался 35-летний неоднократно судимый житель Южно-Сахалинска. Ранее он уже отбывал наказание за кражи. Помимо людных мест, где можно затеряться в толпе, он посещал и торговые центры. Если вы пострадали от действий этого человека или стали очевидцами его преступлений, то сообщите об этом по телефону, указанному на экране. В рейсовом автобусе в понедельник утром пострадал ребенок. Семилетний мальчик ехал в школу. Инцидент произошел в районе поворота на земляничные холмы. Впереди маршрутного МАЗа по соседней полосе двигалась легковушка. Я перестраивался на остановку. Она включает левый поворот и сразу останавливается. 10,5 тонн я остановить сразу не мог. При этом я затормозил, ребенок падает, ударяется животом об ручку, об поручень. Ну и в итоге вот. С тупой травмой живота ребенок доставлен в больницу. Криминальному дуэту угонщиков из Южно-Сахалинска грозит 7 лет лишения свободы. По данным оперативников, с мая по июнь прошлого года банда похитила 5 автомобилей. Это были японские машины без сигнализации. Действовали злоумышленники по простой схеме. Один наблюдал за обстановкой, другой проникал в салон и запускал двигатель при помощи отвертки. Скрывались угонщики в районах. На данный момент уголовное дело находится в суде Южно-Сахалинска. 35 нарушений правил, 7 пьяных, еще двое не имели прав. Это итоги работы ночной смены спецбатальона дорожной полиции. В понедельник утром рейд в Южно-Сахалинске продолжился. Он завершился с более оптимистичным результатом. Нетрезвых за рулем замечено не было. Троих водителей оштрафовали за тонировку. Четыре человека не смогли предъявить документы на управление автомобилем. Парк Южно-Сахалинска готовится к официальному открытию. Сейчас территорию освобождают от снега, чтобы начать генеральную уборку. До конца мая здесь планируется провести озеленение и высадить цветы. Кипит работа и на стадионе «Космос». Здесь к сотрудникам парка присоединились волонтеры. Это болельщики футбольного клуба «Сахалин». Работы кипят, здесь снег расчищается, снег вывозится. Работы здесь ведутся даже вечером. Это мы сами видели. Тем более уже идет работа по установке мачт освещения стадиона. Продолжаем реконструкцию стадиона. В прошлом году были выполнены ряд работ, связанных с асфальтированием. В этом сезоне мы начнем строительство танцевальной площадки. И также будем делать специализированный фудкорт, для того, чтобы посетителям парка было удобно пить чай, кофе, просто отдохнуть, посидеть, пока детишки находятся на аттракционах. К этому времени мы должны парк полностью очистить от всевозможного мусора, который накопится. Я надеюсь, что полностью растает снег к этому времени. То есть будут организованы субботники, полноценно работают наши работники. Это вы верите, что парки, в принципе, чисто, уютно и хорошо в настоящее время, да? Летний сезон в парке планируют открыть 26 мая. Самый молодой, милый и забавный спорт. На закате снежного сезона на горном воздухе прошли соревнования для малышей на беговелах. Этот вид на острове развивает руководитель школы уличного спорта Иван Бутаков. Наш бывший коллега, а теперь бизнесмен, который вкладывает массу сил и времени в работу с молодыми людьми. Поддержку в этом ему оказывает и правительство региона. Школа уличного спорта получает областные гранты и успешно по ним работает. Все, готов. Готов? Вперед! И мы объявляем начало нашего мероприятия! Ура! На старт! Внимание! Ма! Сегодня у нас прям боевое крещение не только в формате беговелой зимней гонки. Мы отрабатывали подготовку детей, потому что стартовали даже самые младшие двухлетки, а то и младшие. Это фан-заезды. А вот категория 2, плюс 3, плюс 4, плюс действительно соревнования были. И наши дети за то короткое время, мы с декабря занимаемся, все-таки получили отличную не только функциональную подготовку, спортивную, но и прежде всего психологическую. Молодцы! Молодцы! Вот это футболение к победе! Как ощущения после гонки? Отличные. Мы даже не думали, что проедем полностью. Да, Лева? Красавчик. Случайно в парке просто. Видели, детки занимались. Ну и попросили попробовать. Ей понравилось. Писали на первую тренировку. И вот ей прям так. И все уже сама рассекает. Ну, как бы. Но тут было больше страшного мне, чем ей. Они уже понимают, как грамотно проходить трассу. Хотя трассу видели впервые в жизни. То есть у них достаточно высокий уже уровень спортивной подготовки. Именно беговелых с лыжами. И они могут понимать, читать эту трассу. Ну, конечно, переживала, чтобы не упал. Чтобы куда-то не съехал. Я сама в шоке, как он четко руль держал. Что все тренировки шли не напрасно. И все падения были только на тренировках. Когда надо, он собрался и поехал четко. И приехал первый. Очень круто прошли гонки именно в плане накала страстей. Особенно в старшей категории, чего мы ожидали. Наш чемпион сегодняшний, он упал и вылетел из полуфинального заезда, самого первого. Но мы сделали такой бонус для остальных, кто не прошел сразу в финал. Мы их собрали в малый финал. И победитель малого финала выходил в большой финал. И вот Саша Добровольский, он после падения собрался, пришел первым в малом финале. И потом устроил очень мощную борьбу, навязал Игнату Лепявки. Игнат прям был у нас самый главный кандидат на первое место, но Саня его обошел. Вот это самая настоящая борьба. И то, что дети видят, понимают, как это красиво, как это сложно, как это интересно, это тоже одно большое достижение нашего проекта. На этом все. Эти и другие новости, а также все выпуски программы «Наш день» вы можете найти на портале айс-тв.ру. Я с вами прощаюсь. В студии работал Михаил Майоров. До встречи. На этом все. Продолжение следует...